Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как можно разогнать монитор и зачем это нужно. Поехали! Первое, что рекомендую сделать, напишите в поиске спецкомп, перейдите на мой сайт спецкомп.ком, перейдите в раздел загрузок. Здесь будет программка, разгоняем монитор, скачать кастом резолюшн ютилита. Качаете эту программку, скачать ее можно по двум кнопочкам. Первая кнопка это официальный сайт, вторая кнопка это мой личный сайт. Без разницы откуда качать, в принципе все будет одно и то же, что с офсайта, что с моего сайта. Далее у вас загрузится архивчик, из этого архивчика достаньте или в папку или на рабочий стол можете прям 4 файла. Вот так вот они будут выглядеть и давайте расскажу, что это вообще за программа, зачем она нужна и как с помощью нее вы можете разогнать ваш монитор. Программа позволяет увеличивать частоту обновления экрана вашего монитора. То есть к примеру, если у вас частота обновления экрана например 60, 75, 100 герц, то соответственно эту частоту вы скорее всего можете увеличить. Чаще всего частота специально занижается производителем монитора, чтобы продавать определенные мониторы в определенных линейках и ставить на одни мониторы более высокую цену, на другие мониторы более низкую цену. Но чаще всего в дорогих и в дешевых мониторах используется одно и то же самое оборудование, просто оборудование режет специальные возможности данных монитора. В данном случае увеличение частоту обновления экрана. То есть данная программка позволяет увеличить частоту экрана при том разрешении, при котором вы пользуетесь. Как посмотреть какой у вас экран и какое у вас вообще сейчас стоит разрешение и какая частота. Проще всего это сделать с помощью программы AIDA64, которая тоже есть на моем сайте и ссылочку на нее я оставлю в описании. Дальше зайдите в раздел отображения и здесь у вас будет раздел монитор и рабочий стол. Первое вы можете нажать рабочий стол и посмотреть что у вас сейчас включено на рабочем столе. В моем случае на моей виртуалке включено разрешение 1280 на 720, 32 битная глубина цвета и частота регенерации 60 герц. Обратите внимание на это число. В данном случае у вас будет показано ваше разрешение и ваша частота. То есть частота, которую поддерживает ваш монитор. В моем случае, так как я вам показываю из-под виртуальной машины, то у меня нету монитор, но я вам сейчас покажу как выглядит монитор у меня на моем стационарном компьютере. То есть без виртуалки. В данном случае вот такой вот мониторчик. Обратите внимание у него тоже идет частота 60 герц. То есть частота передается с моего монитора на тот, который находится в виртуальной машине. И если вдруг вы не знаете, какой у вас монитор и на какой технологии он настроен, например, CRT, LCD и так далее. То есть различные, много есть технологий, на которых сделаны экраны и мониторы, телевизоры для компьютеров и так далее. Просто можете по ID монитора узнать, что у вас за монитор. Просто два раза клацните вот по этому значению. Или можете скопировать значение, выбрать копировать значение и вставить в поиск в интернет, поискать информацию о вашем экране, мониторе и так далее, телевизоре. То есть это вы смотрите, что у вас сейчас стоит. Итак, что вам даст повышение частоты? Повышение частоты экрана позволит вам меньше напрягать ваше зрение. И для любителей фильмов и игр остросюжетных увеличить качество отображения фильмов и игр. То есть чем выше будет частота, если ваш компьютер, видеокарта и процессор позволяет играть, например, при высоких значениях FPS, к примеру, там стрелялки в различные, чем выше частота обновления вашего монитора, тем комфортнее вам будет играть или смотреть видео. Ну а также тем, кто частенько и долго работает за монитором, чем выше частота обновления экрана, тем меньше у вас будет напрягаться зрение. Как пользоваться программой? Значит, вот они эти четыре файла. Запускаем файлик cru.exe. Обязательно запускаем этот файл от имени администратора. Это обязательно. В данном случае у вас появится вот такое окошко, в котором в самом верху вы должны будете выбрать ваш монитор. В моем случае он один и больше других мониторов нет. Если у вас, мало ли, вдруг подключено несколько мониторов к вашему компьютеру, то здесь будет среди них выбор, на каком из мониторов установить определенную частоту с определенным разрешением. Итак, вы выбрали обязательно монитор. После того, как вы выбрали монитор, вам нужно создать новое значение для уже вашего существующего монитора. В моем случае я по AID посмотрел, что у меня сейчас включено разрешение 1280 на 700, ну давайте еще раз покажу, 1280 на 720 и частота 60. В вашем случае что вы должны сделать? Вы должны нажать кнопочку ADD. Здесь вверху выбрать Manual, Automatic LCD Standard, LCD Native, ACD Reduced, Automatic CRT Standard. Я рекомендую отталкиваться от того, какой у вас монитор и посмотреть расшифровку всех этих данных можно на моем сайте в данной статье. В статье будет описано, что такое ручная настройка, Manual, Automatic LCD Standard и так далее. В моем случае, так как у меня телевизор LCD, то мне нужно использовать Automatic LCD Native. В вашем случае вы должны подобрать то именно значение, которое подходит к вашему монитору. Например, если у вас старый еще LT монитор с трубкой, то вам нужно выбрать CRT Standard. Если у вас, например, телевизор LCD, то вы выбираете LCD. Если у вас, к примеру, что-то новенькое из новеньких мониторов или мониторов на ноутбуках, то вы выбираете LCD Standard. В моем случае LCD Native я выбираю и здесь я должен выбрать то разрешение, которое поддерживается моим экраном. Значит, 1280 в моем случае на 720. У себя же вы смотрите то разрешение, которое поддерживается у вас. То есть у вас оно может отличаться. Дальше. Вы должны установить частоту обновления вашего экрана. И в данном случае, если у вас стандартная стоит 60, то сделайте частоту на 3 шага больше. То есть на 3 Гц больше. В моем случае поставьте 63 Гц. Если у вас, например, 75, вы ставите 78. Если у вас там 80, вы ставите 83. Если у вас 100, 103 и так далее. Соответственно, вот она вся настройка, которая нас интересует. Нажимаете кнопочку ОК и сохраняете данную настройку. Вот она у вас появилась. Так вы делаете еще несколько, увеличивая каждый раз шаг на 3 Гц. В моем случае я опять выбираю LCD Native. Выбираю уже только не 63, а 66 Гц. Нажимаю ОК. Еще добавляю. Вместо 66 беру 69. И здесь выставляю опять-таки LCD Native. Нажимаю ОК. Таким образом я позволяю проверить свой экран на ту возможность, которую он позволяет с какой частотой запуститься вообще. Сразу скажу, что экраны ноутбучные чаще всего гонятся лучше всего, потому что они непосредственно напрямую подключены к материнской плате. Вот, и там нету специальной материнской платы в экране, в экране материнской платы экрана, которая меняет вот эту вот частоту. Поэтому некоторые ноутбучные матрицы, например, с 75 могут догоняться аж до 120 Гц. То есть вы увеличиваете в полтора раза частоту вашего экрана, что позволит очень комфортно на нем работать и не портить зрение, комфортно играть в игрушки и смотреть качественное какое-то экшен видео, в котором очень-очень все быстро происходит. То есть вы выбираете, постоянно увеличиваете значение на 3, на 3, на 3 и потом шаг за шагом каждый из этих значений проверяете. То есть в моем случае, ну к примеру, давайте я, чтобы наглядно было, выберу сразу 69 Гц. Вы же так не делаете, вы делаете, начиная с меньшего и каждый раз будете дальше проверять то, что я вам покажу. Следующее, что я хотел бы сказать, это то, что здесь есть внизу еще возможность добавления определенных блоков для разных видеокарт. Вообще программа поддерживает видеокарты AT-AMD и NVIDIA и некоторые интеловские карты, но на интеловских картах я не рекомендую этой программой пользоваться. Вы опять-таки через программу AIDA64 можете посмотреть, какая у вас видеокарта и кем она сделана. Например, у вас вот здесь вот может быть написано NVIDIA или AT-AMD. То есть вы в зависимости от того, что у вас здесь будет написано, выбираете еще вот такое вот внизу значение. Значит, SEA 861 это значение, которое подходит для видеокарт NVIDIA. Значит, нажимаем кнопочку OK, у нас появляется SEA. И есть еще второе, что подходит для видеокарт AMD AT. Это у нас VTB Ext Video Timing Block. То есть в вашем случае, в зависимости от того, какая у вас видеокарта, NVIDIA это будет SEA 861. Или же AT AMD это VTB вот это. В моем случае у меня на моем компьютере идет VTB Ext, то есть видеокарта AT AMD. Значит, я удаляю то, что мне не нужно, у меня остается вот это значение. Соответственно, добавьте это значение на всякий случай. И еще я рекомендую очень сильно добавить то значение, которое у вас прописывается в AIDA 64. В данном случае в разделе отображения, рабочий стол. Вот это значение и это значение вы должны переписать в стандарт. То есть берете, вот здесь вот выбираете 1280 на 720 и выбираете 60 Гц. То есть стандартное значение, на которое вы можете в случае, если вдруг что-то пошло не так, переключиться. Нажимаете ОК. И на этом практически настройка завершена, но не все так просто, как хотелось бы. В данном случае программа никак не может повлиять на ваш монитор или на вашу видеокарту, спалить, испортить ее. Это просто невозможно. Ничего страшного с вашим компьютером не случится. Но может быть ситуация такая, что после запуска этой программы у вас не будет возможности, монитор не сможет выдать ту частоту, которую вы настроили. Таким образом у вас будет просто черный экран и вы с этим черным экраном сделать ничего не сможете. Я рекомендую перед тем, как вот это все делать, вообще подключиться к компьютеру через TeamViewer, например, со смартфона или другого компьютера, или компьютера друга, или компьютера знакомых там и так далее. И на всякий случай, чтобы ваш компьютер был подключен к TeamViewer. Потому что через TeamViewer вы просто сможете восстановить стандартные настройки вашего компьютера через вот этот вот файлик ResetAll. Но сейчас не о нем. Если вы сделали настройку по CRU.exe, вам нужно перерестартануть ваш драйвер. То есть ваш драйвер должен быть перезапущен, чтобы он применил те настройки, которые мы только что сейчас сделали. У вас может быть такая ситуация, что у вас 32-битная система или 64-битная система. Поэтому вам нужно использовать один из вот этих файликов Restart и Restart64. Я думаю, что тут понятно. Для 64-битных версий Restart64, для 32-битных x86 просто Restart.exe. У меня 64-битная система, соответственно, я запускаю вот эту программу от имени администратора, чтобы она выполнила сброс настройки моего драйвера. Не забываем, что сейчас видео снимается в виртуальной машине и, возможно, сейчас что-то может пойти не так. Нажимаю «Да». Монитор сбросил свои стандартные настройки. Обратите внимание, появилось окошко, в котором сообщается, что графический драйвер был перезапущен. Дальше, вдруг, если что-то пошло не так, вы можете нажать кнопку F8, даже если у вас будут черные экраны, вы через Steam Viewer не подключились и никак не подготовились к этому делу, тогда вам придется восстановить вот эту вот программку и сделать сброс настроек Restart.exe, запустить от имени администратора в безопасном режиме или в режиме восстановления системы. В моем случае у меня все, слава богу, прошло нормально. И в данном случае давайте теперь покажу, что изменилось. Переходим в раздел «Параметры экрана», идем в «Дополнительные параметры экрана», смотрим, что у меня разрешение как было, так и осталось. И вот вместо стандартного разрешения у нас получается, идем, точнее не разрешение, а частоты обновления экрана, у нас получилось 59 Гц, 60 и 69 Гц. 69 Гц – это та частота, которую я задал на своем собственном компьютере. В данном случае вы видите окошко моего экрана. И после того, как вы выберете 69 Гц и нажмете «Применить ОК», у вас будут применены данные настройки. Но у вас тут будет не 69 Гц, а те значения, которые именно вы добавляли в данную программу. То есть, если мы опять запустим программку вот эту, то здесь будут значения 63, 66, 69 и так далее. Они сейчас у меня здесь не отображаются, потому что я их открываю с моего родного компьютера. То есть, видите, окошко вытягиваю из-за рамок винды, грубо говоря так. То есть, и на моем компьютере сейчас монитор работает на частоте 69 Гц. То есть, он может разгоняться до данной частоты. Но в моем случае у меня проблема с частотой. Я не могу разогнать больше, чем на 69 Гц по нескольким причинам. Первая причина это то, что у меня разрешение экрана 2К HD. То есть, даже не Full HD, как здесь. У меня идет разрешение 2154 на 1440. То есть, это разрешение 2К. И, соответственно, чем выше разрешение, тем меньше возможности у монитора выдавать частоту. То есть, у меня на моем разрешении 2К максимум выдается 69 Гц. Но, в принципе, уже при моем качественном телевизоре у меня что 69, что 60, практически разницы я не вижу. Но 69 чуть-чуть, чуть-чуть может где-то будет в стрелялках лучше. В вашем же случае могут некоторые мониторы догоняться до 120, а то и более Гц. То есть, некоторые мониторы, у которых заявлено 75 частота, они гонятся до 120 вполне нормально. Чаще всего это ноутбучные мониторы. Обычные же мониторы, стандартные компьютерные, они тоже гонятся лучше, чем мой телевизор. По той причине, потому что они подключены не через HDMI или через какие-нибудь порты высокоскоростные. Например, у меня подключен телевизор HDMI 1.4, соответственно, максимум то, что может работать этот кабель, это как раз 70 Гц. Ну, может быть, 75. Если бы был у меня HDMI 2.0, то, соответственно, возможно, я бы мог даже побольше погнать свою частотность. То же самое у вас. Если у вас кабель HDMI и высокое разрешение, то вы сильно не сможете разогнать ваш монитор. А если у вас, наоборот, низкое разрешение и какой-нибудь высокоскоростной кабель, то, в принципе, разогнать вы можете очень сильно ваш монитор. Если вдруг вы достигнете того момента, когда ваша частота будет превышать возможную вашего монитора, и, соответственно, у вас монитор просто станет черным и будет отображаться, что нет сигнала или типа кабель не подключен. Ну, некоторые разные варианты на разных компьютерах. Так вот, что делать в этом случае? В этом случае первое, что я говорил, смотрите в статье, я упоминал о том, что лучше скачать TeamViewer и к компьютеру удаленно подключиться до выполнения этих действий. Если вдруг вы TeamViewer не скачали или другого компьютера, смартфона, планшета под рукой нету, не с чего больше подключиться по TeamViewer, то тогда делается так. На момент старта компьютера заходите в безопасный режим, 7-8, это просто зажимаете кнопочку F8, выбираете безопасный режим, заходите в безопасный режим, в безопасном режиме запускаете вот эту программу от администратора. Запуск от администратора, нажимаете кнопочку «Да» и, соответственно, программа спрашивает выполнить сброс настроек всех настроек вашей видеокарты. Нажимаете «Да» и перезагружаете уже компьютер в обычном режиме. Если же вдруг в безопасный режим вы попасть не можете, тогда есть другой вариант. Можно зайти из-под реаниматора и из-под реаниматора сделать настройку через реестр. Конечно, показывать это я все не буду, потому что это будет долго и видео сильно затянется, но в принципе там тоже возможно. Я вообще рекомендую, найдите возможность подключиться этим вьювером к вашему компьютеру удаленно. И в случае, если у вас будет темный экран, вы можете вернуться к стандартным настройкам через TeamViewer, потому что TeamViewer даже, несмотря на то, что ваш экран не работает, будет все равно продолжать работать. Ну вот и все, что хотел рассказать. Обязательно, если понравилось видео, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, потому что на канале очень много полезного видео для вас и вашего компьютера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok